Давай, пошли сюда. Миша, за мной иди. Так, это колодец, видимо. Он что, открытый, что ли? Посмотрим. У-у-у, колодец, а в нём вода. Главное, камеру туда не уронить. Ой, ну он глубокий. Колодец есть. Колодец, а вон дом. Так, потопали дальше. Ой, бурьяные здесь такие. Ногу сломаешь. Ну, конечно, если жить здесь, то я смотрю, это что, тысячелистник? Или нет? Тут очень много тысячелистника, видимо. Деревце какое-то стоит. Не знаю, что за деревце, но мне кажется, это что-то фруктовое. По коре, можно сказать. Пижма здесь растёт. Я думаю, что если... Ну-ка, а что вот это такое за травка? Фу, нет, это не мяка. Фу, гадость какая. Я говорю, что если здесь жить, то, наверное, можно всё... В смысле, не наверное, а весь этот участок будет, конечно, обогорожен. Пока в нём никто не живёт. Этот дом хозяин построил два года назад, если я не ошибаюсь. Так в нём... В него не заселился. У него хороший... Как это называется? Подвал. Хороший подвал. Ага, тут вон лестница упала даже. В нём ещё не прорублены до конца все окна. Я даже не знаю, где у него вход. Ой, господи. Так. Где у него вход? Ай, блин. Да, тут я не знаю к нему, так можно ли пробраться? Надо обойти, наверное, его вокруг. Он уже зарастает берёзками. Зарастает берёзками? Молодыми. Так, не знаю, как тут пролезть. Вот они, берёзки около самого дома. Их надо убирать, наверное. Так. Где у него вход? Кто мне скажет? Честно говоря, немножко стремновато. Там нам какие-то брёвна лежат. Казалось бы, всего-то пройти, но пройти реально тяжело. Тяжело идти. Из-за того, что такая вот... Как она, я не знаю, какими-то горбами вся поверхность земли. Вот так вот выглядит фронтон, по-моему, это называется, да? Фронтон. Так. Тут каменюка, вон, смотри, какая каменюка. Ой, ой, ой. Блин, нам тут не пройти. Сейчас, секундочку, дальше. Так. Так. Где же у него вход-то? У него что, двери нет, что ли? Здесь по границе участка идёт какая-то там канава, в которую... Мы... Я ищу дверь, Мишань. Канава идёт вот здесь вот по границе участка. И вагон? Да, Мишань. Вон, я вижу, это не знаю, что это. Наверное, ещё один колодец. Или туалет, я не знаю. Так. Я двери не вижу. Где дверь? Я не пойму, где у него дверь. Мансарда наверху. Не пойму я, где дверь. На крыше кровля вот такая вот. Не знаю, как это называется. Металл, наверное, черепица или как она называется. Железная вот такая. Не, подожди, Мишань. А, там? Я не вижу, где дверь. Вот хоть убейте меня. Я не вижу, где дверь. Идите сюда. Ой. На лестницу заберёмся и посмотрим. Ниже предлагает вот на эту лестницу залезть и заглянуть вовнутрь. Какая она? На лестницу заберёмся. Алло. Виталий, а в нём, у него дверь есть? Нету. Подумать, где дверь, да? Угу. Ага. А фундамент у него торчит из земли, нет? Как бы... Ага. А он оббит чем-то деревянным, да, я так понимаю? Этот самый, который выходит из земли, он оббит чем-то деревянным, правильно? Подбит. Нет, нет, снаружи. А, да, вон, вижу, вижу, да, бетон вижу, ага. В дереве. Ага. Понятно. Хорошо. Так. Ну, да, он сказал, что у него не прорублены двери. Двери? Я вот не знаю, вот эта лестница, она меня выдержит, нет? Это вот здесь, где-то, осторожно. А, ты вот так залез, да? Да. Давай я как-нибудь с другой стороны сейчас, пожди, залезу. Сейчас я так же залезу с другой стороны. Так, он сказал, что у него фундамент. Так, как бы мне тут залезть. А, смотри, еще одна лестница тут лежит. Сейчас, Мишанька, пожди. Вот так. Сейчас, Мишань, я тут, сейчас залезу. Так. Ну, опа. Мы почти в доме. Так, да, вот эти вот дощечки, если на них вставать, то можно упасть. Осторожно. Ух, нифига себе! Да тут вода стоит. Ну, тут вода стоит. И что теперь делать с этим счастьем? Вот, я тоже хочу знать, почему здесь вода стоит. Вот где пол, да, должен быть. Вот внизу это, получается, подвал. Он говорит, что опалубку не сняли, а так вот за этим вот деревом, за этим, где мой палец, там бетон. Там бетон, бетонная, как бы, низ у него бетонный и верх деревянный. Но, но тут вода стоит. Что с этой водой делать, дорогие подписчики? Пишите в комментариях. Это нормально, вообще, что вода стоит? Или это залило? Хотя, как залило-то? Оно же выше уровня земли, оно, по идее, не должно заливать, правильно? Если такой будет подвал, то это, как бы, вообще не айс. Упало железное перекрытие. Видно, Миша? Да. Так-то внутри он хорошего качества. Работы, конечно, дофига. Дофига и больше. Тут, фактически, только стены и крыша есть. это, видимо, то, чем прокладывали, да? Ширина бруса вот такая вот. 15, вроде, сантиметров. Миша, а если оно обломится? Нельзя так делать, Мишань. Ну, что делать, да? Думаем. Я вот смотрю, Миш, думаю. Думаю. Думаю на камеру. Стою и думаю на камеру. А вы что думаете, подписчики? Пишите в комментариях. Я, наверное, сейчас пофотографирую еще это место для своего брата. Бори, для... Ну, чтобы как-то оценить тут фронт работы. Вы понимаете, я в это место ехала очень долго. Я это место смотрела в объявлении, как бы, смотрела в интернете, рассматривала, думала, и тут я вдруг нахожусь в этом месте, которое я так долго смотрела. Место, конечно, классное. Тишина отдалее от деревни. В то же время не так далеко, чтобы совсем далеко. Далеко, но близко. Я просто думаю, потянем ли мы вот эту всю стройку. Не шагу, это конечно потянем. Тяжело, но потянем. Ой, не знаю, у меня столько в голове мысли, что я пока что на камеру ничего не могу сказать. Я думаю. В общем, я выключаю камеру. Хотела сказать, пишите, что вы думаете, но с другой стороны не обижайтесь, но на ваше мнение, дорогие мои зрители, у меня как бы свое мнение. То есть, что вы бы не написали бы, о, да, Надя, классно, классное место, или наоборот, Надя, беги оттуда, зачем туда приехала, что за дом. у меня на ваше мнение свое мнение, поэтому я не знаю, если хотите, конечно. Вот. Ну, а так, конечно, о чем я говорила. В общем, если хотите, пишите комментарии, советы, но я, в общем, буду здесь стоять и размышлять. Время у нас еще не позднее, мы еще здесь посидим с Мишей, подумаем, попьем сок, который мы купили, поразмышляем, что да как, и отправимся в обратный путь. Сейчас еще он фотографирует этот дом. Я не знаю, Миша, я, честно говоря, в таких непонятках я сейчас нахожусь. Пошли вон к можжевельникам пройдем. Сказал хозяин, что он посадил там можжевельники, он не знает, зачем перед домом. А, но он там хотел сад какой-то сделать. Так, откуда мы пришли? Нам нужно еще не заблудиться. Откуда-то пришли же еще. Можжевельник, я так понимаю, это что-то хвойное, да? Говорит хозяин, что здесь косили трактора, ездили, косили траву. сейчас видимо не косят. Совсем не косят. Да, вот эти можжевельники, они здесь с женой хотели разбить сад и посадили им можжевельники. Еще посадили какие-то вроде плодовые деревья. Вот это можжевельник, да? Вот это деревце. Колючий, да? Елки, что ли? Я точно не знаю, что такое можжевельник. Как-то они раскинуты, да, все? Вот тут еще, вон там вот. В общем, такая полоса небольшая наискосок можжевельника. А я вот смотрю, там какая-то полоса покошенная. Земли всего 4 гектара. Честно говоря, я не знаю, как выглядит 4 гектара. Так, приблизительно знаю, но... Мишань, пошли за мной. Но точно не знаю, как выглядит это. Еще здесь на территории есть пруд, который хозяин выкопал. Который хозяин выкопал. Вот. Тут еще один можжевельник. Вот тут дорога накатана. Видимо, кто-то здесь катается. Он говорит, что это его территория. Но вот докуда она доходит, вон там я вижу полоса покошенная. Миша, у тебя шапка вся в репейниках. Сзади что у тебя творится? Подожди, стой, не дергайся. Где ты головой мотал? Как лошадь, а? Помнишь, буси у нас, лошадка наша? Стой, стой, не дергайся. Ну что, вес? Да, ты вес, у тебя шапка в репейниках. Отцепись, репейник. Ладно, юбка у меня тоже вся, не пойми в чем. Так, еще хотела показать, здесь пруд выкопан. Вот начинается, может быть, на видео не очень отчетливо. Вот края пруда, вот так вот он идет, вот так, вот там вот он загибается. Давайте пройдем по берегу пруда. Его, конечно, надо углублять, но он есть. Углублять это не так сложно, он уже намечен. Правда, в нем выросли уже елочки. Елочки надо будет, наверное, пересадить по границе, вон туда, вот с деревней, чтобы домов не было видно, чтобы было ощущение, что ты здесь один. Потому что это то, что я хотела вообще-то изначально. Вот такой пруд идет, смотрите, вот мы идем по берегу пруда, видно, нет? По берегу. Так, так, вон там вода уже начинается, в общем, он вот такой вот неправильной формы, я даже не знаю, какой-то формы, какой-то буквой ЗЮ. Камень лежит, каменюка большой. Деревья, смотрю, выросли в пруду, ну, потому что два года назад его копали. Вот здесь вода есть, вода есть, вон есть, смотрите, какая красота, смотрите, какая красота, что это за деревце, что это за хвойное, Какая красивая, мягкая такая. Вот это пруд, и здесь он кончается, вот. Здесь навален вот холм такой, это что у нас, это север, правильно? Нет, север у нас вон там. Если по карте смотреть, то север, по-моему, вон там. в любом случае холм навален с правильной стороны. Я смотрю, там камыши уже растут, смотрите, вон камыши. Ничего себе, да? Это что, чтобы плавать? Ну, надо его выкопать побольше, и да, можно будет плавать. А дом находится вон там, вот вдали. И вон виднеются, вот здесь вот, не знаю, видно, не видно, вон дома виднеются. Это уже деревня начинается. Близко, конечно, к деревне, я бы хотела что-нибудь подальше. Но если засадить там деревьями, чтобы их не было видно, домов, может быть, тогда будет нормально. Вот такие вот дела, вот такой вот участок. У меня в голове много всяких мыслей, много всяких... Я даже не знаю, как это сказать. И много и за, и против. За, конечно, больше, но я себя, как это, торможу, потому что надо как-то это на холодную голову принимать решение. Место мне очень понравилось. Немножко через чур оно жилое, надо сказать. Мишань, догоняй. То есть, до остановки два километра, но близко очень деревня уже. До села, до села два километра от деревни, вот она буквально граничит, участки граничат с этим участком. Ну, как я сказала, что если там засадить все деревьями, то их не будет видно, но не знаю, как-то это близко слишком. Дом, дом тоже непонятно, как с водой. Хозяин говорит, что хозяин дома сказал, что можно заделать там какие-то швы и как бы не будет никакой воды каким-то специальным материалом. Есть материал специальный, который как пастообразный, им заделываешь, все заделываешь и, в общем, вода не проходит. Я еще буду советоваться с строителями. Давайте подойдем к границе участка. Вот там граница. Миш, ты за мной не иди. Если провалюсь, дашь мне ветку какую-нибудь, ладно? Тут вот граница участка по границе участка идет вот такая канава. видимо для сбора всех вот и деревья. Не знаю, что за деревья. В этой канаве выросли. Но вон березы вижу, а вот это что это, я не знаю. Вот такие вот, смотрите, что это такое. Высушенные уже вот такие вот. Что за дерево? Прям в канаве и это хорошо, потому что там север как раз ветра какие-то будет задерживать. Так, Мишанька, ой, Миша, пошли дальше. Пойдем дальше. Так, что я хотела еще сказать? А, я еще хотела сказать. Это видео не только для вас, мои дорогие зрители, мои дорогие слушатели, но это также еще для меня, потому что я буду пересматривать это видео много раз. Также это для мамы, также это для брата, который все-таки в стройке понимает, и для моего родственника, который строитель. Родственники Юра, помните, мама ездила к нему в Екатеринбург, у меня есть видео, ссылку оставлю в описании, в описании под этим видео будет ссылка на то, где мама показывает, рассказывает дом Юры, вот, моего родственника, строителя. Если интересно, тоже загляните, посмотрите. Не знаю, по всему ли периметру участка, нет, наверное, не по всему. Вот здесь вот проходит вот такая вот канава, под нами вот тут вот труба, я так поняла, вот где мы сейчас стоим, здесь труба, это заезд на участок, так, потом с той стороны участок граничит тоже с такой же канавой, вот такой вот, как она называется, ну, для сбора воды, и мне кажется, вон там тоже немножко эта канава есть, и все. то есть по границе с участком есть вот эти канавы, и в принципе это, наверное, неплохо, я так думаю, что, ой, кто это, овцы, да, овцы, говорю, что неплохо, потому что вода будет уходить с участка, не будет стоять, правильно, как вы думаете? Лес, лес вон в той стороне, лес такой густой, а, там речка, в принципе, можно пройти до речки, но мы, наверное, не пойдем, или сходим до речки? Миша замерз, ой, не знаю, наверное, нам придется, Миш, сходить до речки, потому что мы не пойдем сюда второй раз, но там я вижу, овец кто-то гонит, ну, пошли дойдем до речки, Миш, давай скорее, скорее, Мишанька, поспевай, сейчас дойдем до речки, там река, по-моему, как же она называется, ладно, не помню, как она называется, и не важно, а за рекой начинается лес, густой, настоящий, если смотреть по гугл-мап, то там такая, ну, по мне, так тайга вообще, просто лесяра такой начинается, настоящий, вот мы идем вдоль другого участка, это тоже владение этого хозяина, у него здесь, по-моему, три или четыре участка, что ли, я уж не помню, тоже его, а вот это вот поля, вроде как ничейные, вот там я вижу, человек пасет овец, целая отара овец, а мы идем к реке, по этой дороге, хозяин говорит, хозяин дома, этих участков, говорит, что ездят рыбаки, она такая наезженная уже дорога, сейчас дойдем до речки, посмотрим, что за река, глубокая, неглубокая, широкая, неширокая, как бы, как перебираться на ту сторону, может там какой-то мост есть, я не знаю, по гугл-мап смотрела, ничего не нашла, Миша, ты палки свои оставил, да? Палки бросил? Зря? Потому что идет, идет отара овец, мало ли, может там какой-нибудь алабай их пасет, правда палка от алабая не спасет, смотрите, березы, большие, белоствольные, березы, 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 а дальше начинается хвойный лес, что-то я не пойму, где речка, впереди лес, Мишанчик, догоняй, догоняй, так, что-то я не вижу речки, где она, мм, зайдем в лес, Миша, здесь речка должна быть, а не лес, и по гугл мап, и хозяин говорит, что здесь речка должна быть, где речка-то, не пойму я, внутри леса, ну, нет, дальше лес, дальше лес, речки-то нет, где речка-то, она, видно, как-то изгибается, что ли, да, я вижу, что это лес, настоящий густой лес, тишина какая, да, прям в ушах звенит, мне кажется, к реке надо идти вон туда, но мы туда не пойдем, ладно, реку мы не увидели, мы идем назад, потому что нам дорога очень назад, еще столько же, и столько же еще надо добираться, смотри, что я вижу, а это следы знаешь кого? это олени, олени, следы, опасные? нет, смотри, олени здесь ходили, не знаю, может быть такси, такси это будет замечательно, представляешь, здесь олени ходят, сказали, здесь олени, кабаны есть, волки, кабаны есть, да, страшные, а палки такой, от него отбивался? не знаю, Миша, собьешься ли от кабана палкой, вот такой вот, не знаю, подписчики, пишите, вопрос от Миши, отобьешься ли такой палкой, от кабана, я говорю, Миша, сейчас в них проходить барана, палку вверх не поднимает, вот ты напугаешь их, не надо животных, нет, конечно, они убегут просто, зачем пугать животных, нет, не можешь, Миша, чужие бараны, вот будут у тебя свои бараны, будешь их пугать, так, впереди болото, нам нужно его обойти, вот сюда вот, давай свернем, здесь дорога вся, вот тоже, да, дорога к дому ведет, вот она вот, не местами, вот такая вот, сезонная, так сказать, миша, главное, чтобы он тебя не боднул, я не знаю, что они идут, эй, баран, что ты хочешь, он понюхать, по-моему, хочет, ой, Миша, да Миша, беги, Миша, беги от баранов, беги, да не беги, ты так далеко, пошли, пошли, нет, они по-моему, Миша, Миша, они не, они не бодаться хотели, они бегут за нами, беги быстрее, они за нами бегут, что им надо от нас, они за нами бегут, какие-то они слишком ручные, барашки, сейчас я их сфоткаю, они идут нам, да, они по-моему, ручные очень, барашкам здесь, конечно, красота, поля, 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 ешь, не хочу, и вот уже, какой месяц сейчас, ноябрь, да, ноябрь, не знаю, какое число сейчас, какое сейчас число, ой, даже не знаю, какое число, без понятия, ну, наверное, где-то в районе 20, что ли, числа, какой сегодня, не знаю, вот хоть убейте, а, где мой телефон, сейчас посмотрю, сейчас я вам скажу, какое сегодня число, сегодня 20 число, барашки гуляют на травке, она, конечно, уже пожухла, но все равно, все равно питание для животных, вот тебе, пожалуйста, и Ярославская область, да, барашек, кстати, это, мне кажется, эльдербаевские барашки, ну, или, по крайней мере, с кровью этих барашек, у которых курдючные такие, у них немножко горбинка на носу, что хотела сказать, что вот тебе, Ярославская область, казалось бы, да, уже зима, ну, почти зима, а барашки еще пасутся, то есть, не так все плохо, просто надо заводить правильных животных, не джерсийских коров, которым нужно теплые коровники, о, петух где-то кукарякает, а, каких-нибудь барашек, Миша говорит, о, нам еще долго идти, я говорю, всего лишь полчаса, хотела замерить время, а сейчас ровно два часа дня, сейчас мы проверим, сколько нам идти до соседней деревушки, которая вроде как, говорят, что два километра, из которой мы вышли, вот сейчас проверим, замеряем время, и узнаем, прошли 12 минут, я остановилась, чтобы показать вам, что-то, на мой взгляд, невероятное, а вы напишите, видели ли когда-нибудь такое, смотрите, дерево стоит, у него шишечки, как я показывала, вот это, помните, спрашивала, что за, что за, что за растение, так, и на этой же ветке, еще и вот такие шишечки, это же березовые шишки, нет, или я что-то не понимаю, на одном дереве, вот такие и вот такие шишки, вот такие и вот такие, не шишечки, а вот я не знаю, как их назвать, плодики, засушенные, как такое может быть, на одном дереве, двое разных, вообще совершенно разные, как от разного дерева, пишите в комментариях, что это такое за фигня, дошли мы до деревни соседней, 26 минут прошло, всего ничего, правда здесь ночью, ни в фонаре, ничего, здесь темно, 26 минут, это совсем недолго, совсем немного, на этом я, наверное, заканчиваю свое видео, все, всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите в контакт, заходите в инстаграм, там я выставляю фотографии, мест, где я нахожусь, интересных разных, ну и все, всем пока, всем пока, и до новых встреч,